Здравствуйте. О, ничего, что я так рано. Добрый день. Добрый день. Я вас не вызывал. Пришли что-нибудь рассказать? Угадали. Проходите. Садитесь, пожалуйста. Слушаю. Помните, вы о часах меня спрашивали? Так вот, набрала я вам так. Ну, я знал, что вы мне говорите неправду. Нет. То есть, ну, не то, чтобы наврала, что часы мне подарили на Новый год, это точно. Только не Степан, а другой человек. А Степана я наврала, что нашла их на улице. А он в врачок поверил. Другой, да. А кто именно? Ну, кто другой вас это не касается, другой и все. Не ладили мы со Степаном. А тут еще за мной стал один ухаживать. Солидный. Вот он-то мне подарил часы. А, гражданка Симукова, если бы вы хоть сейчас говорили правду, мне нужно доказательство, а не слова. Господи, да пожалуйста, я как только узнала, в чем Степан обвиняется, тотчас пошла к тому человеку, а он у меня аккуратный. Он достал и стала вот эту коробочку, а в ней паспорт. Вы поглядите. От кого узнали, в чем обвиняет Вороновой? От Сиротиной? От нее сама пришла. Так что, товарищ следователь, часы куплены в магазине, в пассаже, и на Степанова напрасно. Ни у кого он часы не отнимал. Господи, да он скорее свое отдаст, нежели чужое возьмет. Да. Номера сходятся. А, еще бы. Вот этот платок мы тоже изъяли при обыске. Вы не помните, как он очутился в ящике с бельем? Почему не помню, я его туда бросила. Когда? Утром? Вечером, когда Степан куда-то убежал. А почему вы уверены, что сделали это именно вечером? Господи. Я же вам говорила, что в тот вечер мы с ним поругались. А у Степана такая привычка. Он когда нервничает, платок наматывает на кулак. Когда он убежал, я увидела смятый платок на полу, подняла и бросила его в гребное белье. Значит, этот платок в ту ночь не был у Воронова? Ну, я же говорю вам, нет. Да, одна улика уплывает за другой. Но с часами уклада могла ошибиться. Часы все одинаковые. А вот версия с платком моя ошибка. Но главное-то все-таки остается. Продолжение следует...